Собор XI века 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 Облик каждого храма самобытен, но их конструктивная основа едина. Внутри к центральному подкупольному пространству крестом сходятся каменные полукруглые своды. Тяжесть всех перекрытий распределяется на мощные внутренние столбы и толстые стены. В потоках света из-под купола мерцали здесь краски фресковых росписей. От XI до XVI века строили на Руси каменные храмы и только такие. Кубические, с величественными куполами, с мощными столбами-опорами внутри. В 1532 году на высоком берегу Москвы реки в селе Коломенском возводится каменная церковь иного стиля. Шатрового. Зело чудно высотой и красотою. Таковы не бывали прежде того на Руси. Так отзывались о храме Вознесения современники. Галереи и лестницы, как корни, поднимают над землей основной столб здания. Сложен он из ярусов. Четверик, словно бутон. Восьмерик, как венчик цветка. И устремленный вверх каменный шатер. Такая форма перекрытий идет от деревянного зодчества. Черты этого стиля находим мы и в храме Василия Блаженного, что на Красной площади. В причудливо украшенных луковицах куполов, в нарядном шатре, во всем сказочном облике собора воплотилось народное представление о поэтической красоте архитектуры.